Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать, и мы продолжаем, а вернее начинаем играть в Сити Скайлайн на новой зимней карте. Мы ждали, и вот это свершилось, наконец-таки Сити Скайлайн снова выходит. Как вы можете видеть, то что это новый город, точнее это задел под новый город, и он будет у нас располагаться на новой зимней карте. И раз игра нам позволяет это сделать, то почему бы и не начать с этого. То, что я решил начать на новой карте, это не единственное отличие от предыдущей игры. Также отличие в том, что я начинаю изначально со всеми разблокировками, то есть у меня разблокировано все, что только возможно. Это сделано потому, что просто нет необходимости ждать какого-то числа населения, и чтобы просто не тянуть время, сразу начинать строить город именно так, как хочу я, и по моим задумкам, и чтобы не было таких вот гигантских перестроек, как были в прошлых сезонах. Но я и забыл, конечно же, рассказать о самом большом нововведении в эту сборочку, это мод на реалистичную популяцию. Что именно это добавляет мод, вы увидите по ходу прохождения. Я с этим модом никогда раньше не играл и не сталкивался, поэтому и для вас, и для меня это будет новиночку. И начать бы непосредственно я хотел бы с убирания вот этого вот глупого перекрестка, который, на мой взгляд, здесь полностью не нужен. Но для этого нужно сейчас открыть немножечко больше карт, чем сейчас у меня есть. Благо, с этой модификацией мне это позволяемо. Все замечательно, мы открыли целых 4 квадратика. Ну что ж, раз такое дело, то пора начинать строительство. Ну и как я планировал, в принципе, я сделал здесь именно вот такую вот развязочку. Я надеюсь, что машины наши не будут изначально тупить и будут пользоваться ей максимально оптимально. Здесь вот, в этой части города у нас будет располагаться небольшой жилой район. Здесь у нас будет небольшая такая промышленная зона. По итогу у меня получилась вот такая вот небольшая развязочка. И по моим планам она должна очень даже оптимально работать. Тем более, что любой, кто здесь едет, имеет возможность повернуть во все 4 направления без создания помех для ближайшего трафика. Пока что для жителей нашего города в эту сторону я буду развивать именно двустороннюю дорогу. А уже впоследствии, возможно, заменю ее на однополосную и продолжу движение вот в таком вот маршруте. И в центре непосредственно у нас будет развиваться вся наша инфраструктура города. Но пока мы занимаемся тем, что начинаем строительство. И пока что у нас идет строительство полным ходом. Сделана вот такая вот у нас небольшая развязочка параллельно нашей магистрали. Здесь я планирую коммерцию низкой застройки для наших всех этих же домов. И непосредственно сейчас все эти дома. По идее, вот этот мод, который я добавил, он глобально меняет игру. Максимально глобально. Что позволяет всем домам, которые здесь будут строить, иметь максимально реалистичную плотность населения. Вот, кстати, вот у нас даже домики построили. Замечательно, они очень по-зимнему выглядят. А значит, то, что у нас немного в тематику нового года все-таки серия входит. И можем видеть то, что семей 0 из 4. То есть у нас здесь могут максимум 4 человека жить, с учетом того, что у нас домик первого уровня. Я сейчас вижу потребность у нас по воде. И нужно также построить сейчас небольшую водяную вышечку. И также забор у нас электричества. Электростанцию первоначально нужно ставить минимальную. Поскольку максимальная будет сжать слишком большое количество денег из бюджета. Что мы себе позволить сейчас, к сожалению, не можем. Я думаю, вот такого утвердительчика маленького хватит нам. А также не стоит забывать про экологический сброс всяких отходов. И сразу в воду сбрасывать я их не планирую. И думаю, поставить здесь просто такой вот небольшой очистной центр. И сразу просто от него развивать наши трубы с водой и не водой. Все, по идее у нас теперь все проведено. И осталось сейчас проконтролировать лишь момент, чтобы у нас электричество дотягивалось. И как только, по идее, я вот таким вот образом соединю. У нас электричество пойдет и в город. И у нас теперь будет здесь вода замечательная. Электричество у нас с каждой из домиков снабжен. Водичка поступает, по идее, сюда. И можем видеть то, что у нас потребность в жилых зонах уменьшается. Это меня, конечно же, не может не радовать. Я решил также еще один такой перекресток сделать. Поскольку это все выглядело максимально несимметрично. И это даже, если честно признаться, немножечко меня напрягало. И сейчас я вижу потребность, большую даже потребность в промышленных деловых зонах. А значит то, что нужно начинать их строительство. Как я и говорил, планировал я их сделать вот здесь вот в этой линии. После сделать ветку метро. И думаю то, что можно начинать их сделать по аналогии, как и было в прошлом нашем городе. Только я боюсь то, что на это потребуются очень большие сейчас у нас финансы. Но куда деваться. Я, конечно, не специалист в строительстве дорог. Но, по-моему, такая развязка рано или поздно приведет к тому, что это все встанет просто и будет стоять до конца времен. И поэтому в любом случае такую развязку мне надо будет переделывать. Основательно даже переделывать. То есть это все промзона, естественно. Пока маленькими частями, а дальше посмотрим. Все, она даже начала строительство и мы ее подождем. Естественно. А я вообще без понятия, что на самом деле здесь получится и что из этого выйдет. Ну, я надеюсь, что хотя бы это все будет оккупаться у нас в минимальном масштабе. Естественно, я забыл здесь провести воду. Как же без этого? Моя цель пока что временно здесь делать именно таким вот образом, чтобы наш город вышел на так называемое плато. И чтобы он перестал нам приносить только лишь расходы и приносить начал уже доходы. И когда мы уже с вами достигнем этого этапа развития, соответственно, мы можем уже перейти к более глобальной стройке. Я вижу то, что у нас энергетика очень сильно ругается, потому что нам с вами не хватает электроэнергии. Ну что ж, придется еще строить. Сейчас такая ситуация с городом, что я не могу даже ставить парки никакие, потому что они только будут нам приносить больше расход. И мы с вами можем только ждать, что у нас все будет налажено с нашим городом. И я надеюсь на самый лучший исход. Я просто не могу, как это все балдежно выглядит. А ночью так вообще это будет попезно. Но пока что ночи у меня отключены из-за того, что это выглядит красиво на картинке, но не когда ты строишь нас. Все, мы увидим то, что практически у нас минус перестал быть. Я вынужден, к сожалению, констатировать то, что мы должны повысить наш бюджет хотя бы до 14%. И я вижу то, что наши люди даже успели ругаться на воду, на воду, которую я им не провел. Действительно, почему же ее у них нет? Я даже вижу то, что у нас первые возникли проблемы с полицией. Я предлагаю нам с вами не ставить излишнее количество всяких вот таких вот сооружений и ставить их только по мере необходимости. Нам с вами опять не хватает электроэнергии ни в какую. Мне очень не хочется ставить какую-то большую электростанцию, потому что это же все очень быстро сожрет наш бюджет. Вот я вижу единственную солнечную башню, которая 2400 нам сжирает бюджетом. И она не сильно такая у нас, в принципе, загрязняющая атмосферу. Поэтому построить ее, думаю, можно. Почему бы и нет? Вот здесь вот ее поставим, чтобы она не мешала нигде. А вот эти ветряки таким образом можно снести. Главное, чтобы наш сейчас бюджет не вышел в ноль. Я надеюсь, что сейчас у нас мод, который позволяет нам регулировать бюджет. У нас, да, все правильно, он отрегулировал так, что бюджет на электроэнергию просто в минус у нас ушел. А значит то, что, надеюсь, сейчас мы не станем боковатами. Я вижу у нас первый, кстати, пожар с вами. А значит необходимо ставить какую-нибудь пожарную станцию вот здесь вот. Потому что без нее город очень быстро сгорит. И как можем видеть, наш город начинает запрашивать очень много всяких ресурсов. В том числе и жилых зон. Мы можем ему это предоставить. Но сначала нужно решить проблему вот этого вот маленького городочка в 706 человек. Если я правильно помню, то именно вот такой вот объем в прошлом нашем городе мог приносить не просто 700, а чуть ли не 3000 человек. Но пока все выглядит более-менее реалистично. И это очень даже классно. Я забыл вместе с вами решить такую проблему, как мусор. И сейчас нужно это все быстренько и оперативненько решать. Я думаю то, что вот такого центра по переработке нам должно хватить. Предлагаю еще немножечко выделить мест под застройку, чтобы люди могли там успешно заселиться. И сейчас мне нужно будет, я думаю, уже планировать, как будет выглядеть основная часть нашего города. Я думаю то, что он будет достаточно большим, к сожалению или к счастью. И будет он у нас располагаться внутри круга. Я это сделаю сугубо для того, чтобы оптимизировать въезд и выезд и минимализировать количество создаваемых пробок. Первые трупы. Первый труп, к сожалению, а это значит то, что нам нужно сделать хотя бы один крематорий. Очень на самом деле не хватает такого же типа разметки, как в римочке. Хотя бы, потому что вот таким вот образом размечать это вообще не очень классно. И тадам, первое у нас получается транспортное, насколько я понимаю, кольцо готово. И сугубо поэтому люди имеют здесь один въезд и один выезд. То есть вот такое вот небольшое колечко. И сейчас нужно оптимизировать непосредственно на тот момент, чтобы внутри этого кольца все было у нас без сильного нагромождения пробок. И как-то вот таким вот образом получается первый наш мини-городок. И вот этот вот уголочек у нас сделан сугубо для того, чтобы здесь впоследствии разместить парк. А зачем впоследствии, если можно сделать это сейчас, правильно? Я думаю, что это будет какой-нибудь обычный такой незаурядный парк по типу городского. За своей просто небольшой такой инфраструктуркой для того, чтобы людям было просто приятно здесь находиться. Пока вот такого вот маленького парочка нам хватит, я думаю, что впоследствии он будет развиваться. Мы сейчас немножечко поднимем цену на билеты для того, чтобы просто этот парк мог существовать. И все же я здесь начинаю строить высокую плотность застройки. Я все-таки надеюсь, что это положительно повлияет на наших людей и они смогут сюда нормально съездить и застраиваться. Тем более, что, как мы помним, реалистичная популяция, это значит то, что не только наши маленькие дома могут вмещать меньше, но и большие дома могут вмещать больше. И так как у нас маленькие дома начинают жаловаться, что у нас слишком большие налоги, давайте их снизим хотя бы до 13%. Все замечательно, дома у нас здесь начинают существовать, и это не может меня прекрасно не радовать. И все, сейчас мы по идее просто ждем, когда наши дома начинают заселяться. Это очень классно выглядит, ребят, просто посмотрите на вот это вот. И это только они первого уровня, а впоследствии они будут еще и увеличиваться и расти. Для этого нам нужно построить здесь хотя бы какую-нибудь больничку. Бам! Хотя бы одну пожарную станцию. Даже я думаю, вот это вот просто можно сюда где-нибудь перенести. А также построить здесь первое наше образовательное учреждение в виде школы. Как раз поблизости с теми зданиями, которые начали у нас здесь заселяться. Как же это все-таки бомбезно выглядит. Я вижу даже у нас что потребность по жилым зданиям, по жилым домам у нас все-таки остается до сих пор высокой. И я думаю то, что можно еще заселять у нас людей. Раз народ просит, то пожалуйста. Я только за. Люди буквально кричат то, что не хватает там жилых мест, но я продолжаю их заполнение. И по-прежнему меня мучает лишь единственный, наверное, вопрос. Это вопрос про магазины. Потому что, как мы помним, они очень сильно влияют на наш трафик. А учитывая то, что у нас здесь стоит мод на реалистичную популяцию, я боюсь представить, как здесь у нас будут магазины влиять на весь наш трафик. И я даже не знаю, куда их поставить по такому случаю. Ладно, это крайняя мера. Впоследствии я, возможно, это все переделаю. Невозможно, скорее всего, переделаю. Как только придумаю, куда лучше будет разместить вот эту зону магазинов. Но пока что я размещаю ее непосредственно вот здесь. Я понимаю, что она будет сейчас создавать гигантский уровень шума. Чтобы побороться с этим, я просто сейчас временно, возможно, и не временно улучшу вот эти вот дороги до дорог с деревьями, чтобы как-то компенсировать уровень шума, создаваемый этими магазинами. Хотелось бы посмотреть, что у нас по образованию. Мы с вами видим то, что у нас не хватает мест в нашей школе. А это связано с тем, что она просто переполнена. Хорошо, давайте начальную школу туда еще одну построим. Вот здесь вот скажем. И да, мы видим то, что по образованию у нас включен автобюджет. Нам он нахрен не нужен на образование, потому что это очень сильно некачественно у нас влияет на все. Мы видим то, что у нас образования и мест даже более чем хватает. И мы видим то, что у нас также есть потребность в получении среднего специального образования. Соответственно, с этим нужно построить нам среднюю школу какую-нибудь. И вот эта вот высшая школа, так понимаю, нам нужна для получения среднего образования. И построим ее в количестве одной штуки. И допустим скажем, что она будет здесь у нас возле парка нашего стоять И появится у нас сместительность Да, тысяча мест у нас смещает, это уже замечательно Я вижу то, что есть потребность по университетам Но пока что я университет строить не хочу и не буду, соответственно Вот этот вот райончик без основной застройки в центре Выглядит просто побездно, я просто не могу Он классно выглядит, учитывая то, что этот райончик будет у нас расслаиваться И возможно я сделаю тут еще одно кольцо Только большего размера, как только у нас появится Бюджет, естественно И это будет еще класснее выглядеть Я вижу то, что у наших магазинов недостаточно рабочих Это конечно проблема, но я думаю решаемая проблема Учитывая то, что в начальную школу у нас скоро будут ходить люди Тем более уже ходят и рано или поздно они научатся Будут уходить в наши магазинчики Пока знаете, что я думаю, что можно построить здесь коммерцию низкой плотности Особо сильно это ни на что не повлияет Впоследствии вот здесь вот даже ее можно оставить напротив школы и у школы И это очень даже будет прикольно выглядеть Тем более, что по коммерции есть большая потребность Кстати, почему-то вот эти вот продолжают у меня упорно материться на то, что им якобы не хватает квалифицированных работников Я предлагаю построить здесь вот так называемый факультет Я не знаю откуда он и чем добавляется, но он здесь есть У него обслуживание достаточно дорогое, но это часть университета Вмещает он в себя целых 800 студентов Учитывая то, что у нас даже нет такого количества Пусть он здесь вот замечательно у нас работает Впоследствии, может быть, мы построим какой-то гигантский университет Я надеюсь, что выпускники из этого факультета смогут ходить в наши магазины и работать там И у нас до сих пор растет потребность по жилым местам Замечательно, мы можем продолжать застраивать Вот такие вот райончики Например, вот этот вот райончик И здесь пусть живут люди И я надеюсь, что это будет очень даже выглядеть замечательно Вместе с ростом населения у нас растет наш количество пребываемого бюджета Что есть очень классно Также хотел я по налогам увеличить процентное содержание налога для наших зданий высокой плотности Да, да Можем посмотреть все мудлеты, которые были здесь лишние Пропали после того, как построил факультет и здесь начали учиться люди Вот жалко, что я не могу как-то регулировать количество людей на отдельных образовательных учреждениях Потому что факультет мне по факту вообще не нужен Из-за того, что, ну кому тут 5 людей всего учатся, а платим мы за него 640 Кстати, как дела у тебя, парк? Мы видим то, что, ну к сожалению, этот парк несет большие расходы Это связано с нехваткой, видимо, населения, которое сюда ходит Хорошо, давайте попробуем поднять этому парку привлекательную ценность Построив еще парочку развеселительных зданий А еще, я думаю, не мешало бы вообще для начала это все огородить Потому что мало ли какие вандалы захотят нарушить идиллию нашего парка Я не знаю, почему я переживал по поводу того, что парк получился очень маленький Я смог уместить все здания, которые доступны даже в больших уровнях На этой территории И мне полностью хватило места Осталось только посетителей набрать в этот парк Но это, я больше чем уверен, решится, когда население нашего города превысит необходимое нам значение Потому что, мне кажется, просто не хватает сюда людей, которые могут ходить И также я предлагаю продолжать выделять места жителям под застройку И у нас даже неожиданно место кончилось в нашем городе, где бы они смогли у нас селиться Я не ожидал такого и не ожидал то, что у нас так быстро это место кончится Видимо, изначально я построил слишком маленький вот этот вот участок Вот здесь вот место я специально ничего не застраивал Это здание какая-то, видимо, ошибка Это здание я специально не застраивал, потому что здесь я планирую разместить небольшую зону под деловой район Я думаю, то что протестировать, как это все будет работать Ну, как я, в принципе, и говорил про парк наш Как только я увеличил развлекательную ценность, наши доходы стали превышать наши расходы Даже несмотря на то, что расходы у нас тоже увеличились по мере увеличения трат на наш парк Прошло еще какое-то количество времени И первое, что я вижу, вот этим нашим магазинчикам больше не требуются квалифицированные рабочие Это значит то, что здесь все замечательно Здесь более богатых клиентов, хорошо А значит то, что мы можем бороться с нашей потребностью в рабочих местах непосредственно нашими деловыми зонами Давайте попробуем здесь вот деловой райончик заместить Первый, который у нас будет, возможно, не единственный И хотелось бы посмотреть, сколько он у нас может вмещать На первом месте у нас всего 8 работников Что-то как-то не густо на самом деле Какие-то маленькие достичные здания 6 работников Что-то я так ощущение, что не устанавливал вообще этот мод 6 работников 4 работника 4 работника Это очень странно на самом деле А также я думаю, что пора уже пора начинать поднимать счастье нашим жителям И это будет достигаться очень даже простым способом А именно включением им отоплением и наконец-таки подачей им горячей воды Я так понимаю, они очень сильно этого ждали Кстати, я никогда подобно не занимался И допустим, я захочу сейчас геотермальную отопительную станцию В чем ее отличие от котельной? Без понятия Поэтому лучше ставим ее геотермальную изначально Как я понимаю, трубы идут одни у нас на воду и на горячую и на холодную Поэтому надо снести вот эти вот трубы Для начала хотя бы вот таким вот образом А на ее месте мы строим новую улучшенную систему водопровода Все замечательно, по идее у нас все готово И мы можем видеть, какие дома отапливаются, какие нет И это меня радует Вот, все, наконец-таки заработало Та модификация, видимо, работала неисправно И из-за этого у нас были какие-то с ней проблемы И в связи с этим у нас и здания не работали, как я этого и хотел А сейчас мы можем видеть то, что вот такое вот большое здание Вместо двух-трех семей, которые здесь помещались без модификации Вмещает теперь 37 семей И теперь давайте посмотрим здесь вот 72 работника 72 работника, ребят Да, все у нас заработало Модификация эта теперь полностью работает И это очень меня радует А значит то, что, ну, во-первых Сейчас просто дико подскачет население Потому что раньше этот город строился без этой модификации А сейчас все должно работать оптимально, круто и классно И теперь мне остается просто ждать И почему-то до сих пор вот эти вот студии, не студии Вот эти вот рабочие места пишут то, что недостаточно рабочих Хотя я вот буквально все сделал для того, чтобы рабочие сюда эти приехали По образованию у них переизбыток этих свободных мест В которые могут поступать люди И почему-то люди все равно не образовываются Я не знаю, по какой причине, ребят Но высшая школа почему-то не способна у нас обучать Наших студентов в должном объеме Поэтому давайте поставим еще одну школу Так чтобы и вот этот вот район Также имел возможность попадать в нее И получать, соответственно, высшее образование Или какое-то там средне-специальное, неважно Соответственно, таким вот образом Я надеюсь поднять все-таки Уровень образования в нашем районе Ииии Вот оно чё Я забыл то, что тут максимальное количество работников увеличено И поэтому я что-то на них гоню Все-таки все правильно Просто не хватает квалифицированных работников Здесь я тоже понимаю Да, здесь тоже же места увеличены Решил я также немножечко поиграться с нашей развязочкой И в итоге получилась вот такая вот у нас штучка То есть люди, которые приезжают отсюда Могут поворачивать либо направо, либо налево В зависимости от их нужды А люди, которые выезжать будут с города Они будут опять-таки выезжать просто свободно По вот этой вот улице И сейчас нужно вот таким же образом продолжить развивать здесь город Но, к сожалению, этим мы займемся с вами в следующей серии Я думаю, что эта серия была достаточно насыщена на события И достаточно была интересной И также по мере роста моего канала И по мере роста моей аудитории Я хотел бы внести в серию небольшого интерактива Я бы хотел с вами посоветоваться по этому поводу Ну и также хотел бы выразить свое предпочтение В качестве этого интерактива То есть какая у меня была идея Я хотел бы, чтобы любой человек Который оставляет комментарий под роликами Или либо как-то проявляющий свою активность Сможет попасть в видеоролик И оставить след в истории ютуба Истории этого канала и прочего То есть вы оставляете совершенно любой комментарий А я же в свою очередь В честь вас, допустим, назову Либо улицу, либо район Либо часть какого-то города И я думаю, это будет очень даже классно Если вы, допустим, не хотите, чтобы я называл в честь вас Улицу, то вы можете Приложить свой вариант Название для улицы или района Допустим, я захочу, чтобы вот этот вот район Который у нас здесь сейчас находится Назывался Violetta Tramps Не знаю, хочется мне так, чтобы он назывался Теперь пусть он так и называется Вы можете же придумать ему совершенно другое название И в честь вас будет назваться Единственное, что мне придется, наверное, ввести правило Переименовывать то, что было переименовато Уже в предыдущем видеоролике нельзя За исключением, наверное, того, что Если мне прям очень уж понравится Название подходящее для данной улицы Или чего-то подобного Ну а теперь же с вами мы можем видеть Темнеющую пару и темнеющий город И вашему вниманию предоставляются Чудешнейшие закаты Нового, офигительного Городостроительного симулятора И нашего маленького с вами города И как всегда, я не прощаюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok